С обзором основных событий информационный выпуск Вести Дагестан. Сегодня 9 октября, пятница, в студии Мара Багирова. Доброе утро. В нашей республике продолжаются дни Москвы. Официальная делегация правительства Москвы во главе с министром правительства города, руководителем департамента культуры столицы страны Александром Кибовским посетила памятные места и достопримечательности Махачкалы. В мероприятиях приняла участие делегация во главе с руководителем департамента культуры Александром Кибовским. Вместе с членами правительства республики сложили венки и цветы к памятнику воину-освободителю. Затем делегация посетила монумент Расулу Гамзатову, тем самым почти в памяти народного поэта Дагестана. В рамках торжеств пройдут многочисленные мероприятия. Это посещение Дома поэзии Русского драматического театра мероприятия, завершаться крупным галоконцертом. Как отметили гости, подобные дни сближают наши регионы тесными культурными и экономическими связями. Связи между Москвой и регионами нашей страны являются важнейшим системообразующим фактором, который, с одной стороны, позволяет сформировать очень серьезные повестки деловые, которые есть между нашими регионами, и в то же время подкрепить их культурной программой, что тоже немаловажно. Особенно учитывая, что в данном случае сами культуры, просто они достаточно разнообразны и интересны. Тем более, что у нас очень серьезные связи между нашими регионами. Зависится, конечно, что наш товарный оборот между Дагестаном и Москвой за прошлый год состоял 2,7 миллиарда рублей. Это довольно серьезная цифра. Поэтому мы являемся мощными экономическими партнерами. Ну а уж давние культурные связи, я думаю, что само одно то, что глава региона 3 года возглавлял главный государственный университет культуры, который находится в Москве, это, конечно, само собой себя многое говорит. 7 октября исполнилось 80 лет со дня рождения видного государственного и общественного деятеля прокурора республики Магомеда Мирзаева. В этот день в его родном селе Бакнида Хадаевского района состоялось торжественное открытие мемориального комплекса и памятника. Мероприятие приняли участие глава республики Рамазан Абдулатипов, председатель Народного собрания Хизрих Шахсаидов. Магомед Березавич пришел к руководству прокуратуры республики в самые тяжелые годы, когда в целом было опасно работать прокурором республики. И он работал очень честно и чистоплотно. Об этом говорят его сотоварищи, об этом говорят многие простые люди. Когда мы говорим, какой должен быть дагестанец, мы говорим, он должен быть мужественным, достойным, честным, порядочным. Вот всем этим понятиям соответствовал Магомед Березавич. В этот же день Рамазан Абдулатипов и глава Дахадайского района Жирула Амаров обсудили социально-экономическое развитие муниципалитета. Глава района коротко охарактеризовал социально-экономическое положение муниципального образования, рассказал о достижениях и имеющихся сложностях. Комментируя его выступление, Рамазан Абдулатипов подчеркнул, у нас нет времени на более низкие темпы. Тем более, что касается Дахадайского района, здесь большой потенциал. Можно держать скот, развивать растеневодство и так далее. В правительстве республики обсудили вопросы реализации республиканских инвестпроектов. Накануне под руководством председателя правительства Абдулсама Дагамидова состоялось заседание Республиканской комиссии по проведению конкурсов на предоставление господдержки инвесторам, реализующим инвестиционные проекты в Дагестане. 30 инвестиционным проектам присвоен статус приоритетного, в связи с чем им оказывается дополнительная поддержка со стороны государства. По 27 из 30 инвестпроектов подписаны инвестиционные соглашения с правительством Дагестана. В случае лишения проекта такого статуса Абдулсамад Гамидов указал на необходимость перед принятием подобных решений в письменной форме извещать инвесторов, а также предоставлять им возможность высказаться перед комиссией в присутствии кураторов проектов. Накануне делегации российских журналистов во главе с Михаилом Кожуховым, который занимается изучением возможностей туристско-рекреационного потенциала и создания специализированных этнокультурных маршрутов в Дагестане, побывала в Гунивском районе. Клуб путешественников также прошел пеший туристический маршрут в крепость Калакарыш, где смотритель рассказал об истории сооружения. Сегодня этот объект в Дахадайском районе вызывает особый интерес у туристов из многих регионов страны. Также представители федеральных средств массовой информации познакомились с крепостными сооружениями 13-14 веков аула Кубачи. Историки и этнографы района провели экскурсию по старой части селения. В одной из семейных мастерских злотокузнецов Михаил Кожухов поучаствовал в изготовлении ювелирных украшений. О том, как встречали журналистов в Кулинском районе, в следующем сюжете. Это Водан, фольклорный фестивал, который проводят. А так, наверное, в следующем году будет. А Водан это Кузнецов? Это чисто Кулинский район, это наша администрация, это по главе с Саидом Костеевичем. Амфитеатр этот не пустует, можно сказать, да? Нет, не пустует, никогда не пустует. Здесь у нас к нам в Москве приехала большая интеллигация из Москвы. Давайте, кем сели, поприветствуем и поздравим здоровье, удачь и театр открываем на радио «Благодарность тебе». Водан, фестиваль, посвященный днюю работников сельского хозяйства, объявляется открытым. Сегодня мы начинаем наш фестиваль представлением канаводцев. У меня сейчас есть такой клуб путешествий Михаила Кожумова. Это, в общем, торооператор, но необычный. Он организует авторские путешествия по всему миру, где у человека возможность не посмотреть налево, посмотрите направо, а возможность познакомиться, научиться и уехать домой с каким-то новым опытом. И с именем какого-то человека, может быть, он его никогда не увидит, но ему будет приятно знать, что где-то там в каком-то... Они называются кунаками, например. Я не знаю, дотягивают ли это отношение до статуса кунаков, но, в общем, да, про это, что у него будет какой-то кунак. Мне кажется, в этом есть смысл путешествий. Ну и поскольку в последнее время в силу понятных обстоятельств интерес обратился к российским регионам, я подумал, почему бы не сделать маршрут по Дагестану, который я так давно люблю и которым я так давно восхищался. Я пошел в представительство Дагестана, предложил им при том, что в первый маршрут поедут журналисты. Я очень надеюсь, что мои коллеги также влюбятся в эту землю, расскажут о ней. Я второй раз в вас. Что-то опять едешь, говорят, все завидуют, все хотят сюда попасть. Вы не были ни в Советских местах? Нет, нет, мы были только в Махачкалах, да, и все. А сейчас? Ой, сейчас, слава богу, меня вот кожа попозвала, и я такая счастливая, что я могу посмотреть все. Мне очень нравится, как нас принимают за это гостеприимство. Оно прям до слез трогает. Известный музыковед Маргарита Хрущева готова сотрудничать с Дагестанским центром изучения музыкального фольклора. Маргарита Хрущева – профессор, известный фольклорист, этномузыковед, кандидат в искусствоведение, доцент кафедры теории и истории музыки Астраханская государственная консерватория, музыкально-театральный критик, член Союза композиторов России. С рабочим визитом посетила Дагестан. Автор более ста научных публикаций – известный музыковед в Дагестане не впервые. Цель поездки – общение с коллегами, обмен опытом. Маргарита Хрущева посетила Центр изучения музыкального фольклора Дагестана. По ее словам, вопрос сохранения народной музыки на сегодняшний день стоит особенно остро. Создание такого учреждения вызвано самим временем. Кроме того, Дагестан – это кладезь традиционной музыкальной культуры. Позволить исчезнуть аутентичному фольклору страны гор – значит отказаться от своих корней, сказала она. В ходе встречи с заместителем министра культуры республики Еленой Гаруновой она высказала свое мнение о работе Дагестанского центра изучения музыкального фольклора. И отметила, что в дальнейшем готова оказывать поддержку в развитии и продвижении центра. Новости культуры Сегодня Аварский музыкально-драматический театр имени Гамзата Цедасы, легендарная «Горянка» и Расула Гамзатова, откроет свой 81-й сезон. «Горянка» – поэма Расула Гамзатова о судьбе дагестанской девушки, не пожелавшей выйти замуж за нелюбимого человека. Одно из наиболее известных произведений поэта, по которому снят фильм и написан балет. Авторское прозаическое переложение поэма для сцены неоднократно ставилось в театрах. В спектакле участвуют одни из лучших актеров театра. Кроме искусной игры актеров и поучительного сюжета, интерес представляет музыкальное сопровождение в спектакле. Ведь когда-то музыка композитора Мурада Кожлаева, частично использованная здесь, звучала в балете «Горянка». Это классическое произведение, которое актуально на все времена. 28 октября в Большом зале Русского драматического театра состоится концерт Государственного симфонического оркестра Республики Дагестан «Реквием Моцарт». Среди исполнителей также Государственный хор «Калмыкия». Солисты Анна Очкарева, сопрано, Ольга Сабирова, меца-сопрано, Юрий Беляев, тенор, Алексей Кошелев, баритон. Дирижер, народный артист России Чеченской Республики, профессор Валерий Хлебников. Свыше ста дагестанских самбистов примут участие в юниорском первенстве республики, которое пройдет с 10 по 11 октября в спорткомфлексе имени Али Алиева в Махачкале. И о погоде. Дагестанский гидромедцентр сообщает, что ближайшие сутки по районам Дагестана ожидается В горных районах дождь, ветер юго-восточный 6-11 метров в секунду, температура 10-15 градусов тепла, в горных районах 4-9 градусов тепла, местами до 13 градусов. В ближайшие сутки в Махачкале ожидается небольшой дождь, ветер юго-восточный 6-11 метров в секунду, температура воздуха 12-14 градусов тепла, температура воды в море 20 градусов. Вы слушали информационный выпуск «Вести Дагестана».